приходит ко мне люди говорят это лишь мы хотим чтобы вы были руководителем нашей экспедиции я говорю как у нас они верят по африке 5-6 стран по африке мы хотим на джипах проехать через 5 чисто и сообщать что если вы будете руководителем нашей экспедиции научно-исследователь нам дадут деньги мы сможем поехать я говорю ну поскольку она научно-исследователь то какая такая научно-исследователь деятельность предполагается они говорят ну может вы подскажете я могу подсказать вот такая может быть вот такая вот и здорово да давайте вот такая ну в этом случае все хорошо есть одно единственное но которое прежде чем я дам согласие я должен вам озвучить и что это за но я по ним поменяю весь состав потому что тем составом которые вы предлагаете эти научные цели не достижим там нет этого специалиста этого это вот так нет этот состав это мы и есть да поэтому если если с вами то там никаких научных целей мы с вами задач которые декларе не лишь если с другими то вы тут ни при чем компромиссный вариант существует как вы думаете конечно существует конечно существует если они как бы находят средства на то чтобы взять специалистов с собой которые решат научно-исследователь задачи а сами будут вот помощниками участниками научно-исследователь вот собственно подобные компромиссы позволяют иногда осуществлять путешествия с содержанием экспедиционных по-другому не бывает зачастую недостаточно даже одного лидера да ну если это серьезный научно а если это вообще взгляд на тему туда достаточно достаточно если есть человек который в теме и он предложит свою точку зрения анализ терминологию и так далее которые сделают эту поездку интерес поэтому мы отправляемся в поездку за впечатлением научной сельской деятельностью заниматься сложный климатогеографический регион степень или несложный степень комфорта нашего проживания мы тут в палатках на слонах живем в джунглях или мы значит известно мэтт поэтому тоже разные мы мы как бы все одинаковые мы с одного коллектива или друзья или мы абсолютно разные люди которые разные задачи перед собой одни хотят приключений или риска другие хотят комфорта третье хотят значит узнать что-то новое мире а четвертый с сундаком или там ивановым сидором сфотографироваться и значит сказать что мы с ним были на короткой ноге в такой-то стране тогда у кого разные и там это вдруг может обнаружиться поэтому прежде чем отправиться туда нужно понять что движет и то есть ответить вот на эти вопросы поэтому это не советы людям а это советы организаторов что прежде чем вы это осуществляете потому что это гораздо сложнее чем просто туристической поездки хотя просто в туристической тоже есть проблем когда кто-то водителю говорят остановите мы в туалет хотим другие говорят да так мы будем до утра ехать терпите уже вы раньше могли это сделать поедим мы или не поедим холодно или жарко добавить кондиционер или убать начиная от простых вещей даже в туристической поездки уже закладываются разного рода конфликтами а если это сложный маршрут сложная территория сложная деятельность то тут их значительно больше но решаются они проще если это формат если есть руководитель если есть возможность приказать а если не исполняет вы приказание какие-то дисциплинарные меры могут существовать хотят тоже все не так однозначно люди заплатили сумасшедшие деньги и мы поднимаемся с ними на одну из высочайших вершин мира и они ждали этого не один год и в графике и на определенном этапе мы встречаем например замерзающего человека или кто-то из состава нашей группы вывихнули сломался минут и тебе нужно теперь спустить этого человека вниз и время закончится все значит никто туда уже наверх не поднимется а люди заплатили большие деньги ждали это что бросить этого человека и тащить его с собой туда невозможно никому его спустить давайте вот я руководитель я его вниз буду за вы без меня туда идите на не все там могут погибнуть и ты должен принять решение вне зависимости то а люди потом могут в суд на тебя падать скажет ну вот заплатили деньги все у нас не довел до верха поставил нас их спуститься и и вот я такие десятки приведу случаев когда я лично должен был принять решение которое бы устраивало большинство или не большинство лично меня по тем или иным причинам и тогда вот их очень много и они граничат и с правовой формой чем с правовой формы не только наш но и того государственной территории которого мы находимся или с правовой формой людей тех государств которые включены в состав твою игру и вся сколько там потом там скала некая морально-нравственной ценности зоны ответственность экономика временные интервалы тогда вот и чем сложнее собственно говоря экспедиции тем больше количество вопросов которые нужно решать на берегу нужно понимать ты не знаешь что нужно туда включать как этому относиться и тогда но тогда эффективность от подобной экспедиции будет самая высокая и например провожу я детскую советские времена проводил например на придумал и проводил таки робинзонады они обитаемых один словарь для детей и подростков участвовало несколько миллионов детей но в процессе пионерская правда такая газета была я там рубрику вел до 16 старший телепрограмма конкурс отбирались дети потом они обучались проходили учения в артеке валенки в океане в пионерских лагерях и потом мы высаживались на необитаемые острова и там собственно ходила проходили эти мероприятия и про это снималось кино и вот когда было такое мероприятие одно из на острове ледюк просто смерти гулак антант у одного ребенка девочки подозрение на аппендиции а остров необитаемый большой правда в одном конце там пограничники база пограничник и разделяла этот остров был разделяли болот и оставил инструкторов и значит сказал что сам я отправляющие с пограничником чтобы срочно эвакуировать девочки не один из гражданских из телевизора сказал что я пойду с тобой очень трудно ну и я пропускаю ряд трудностей когда там срубили осинку мы и тащили зачем ее тащим там сами или и потом дошли до болота осинка пригодилась потом мы еще тащили а потом бросили она не пригодилась на мы утащили предыдуем неизвестно пригодится и в итоге значит когда мы уже шли по болоту у него уже не было никаких сил и начал просить чтобы его понес хотя он в два раза тяжелее меня уже измененное состояние сознания потом начинаю плакать потом значит он останавливает все дальше не могу и погружает я удергиваем погружается и тогда я ему говорю поскольку я знаю твоих родителей скажи что передать ему я сейчас облегчить и я достаю нож представляю к его гору и он смотрит мне в глаза я смотрю ему в глаза и оставшись часть пути он идет впереди меня в 15 метрах до суши потом падает на суше вниз лицом и дальше я иду уже сам пограничником вертолет катер значит мы эвакуируем девочку но и человек этот потом меня все время спрашивает скажи ты бы сделал это или нет я не знаю потому что если бы я ему сказал нет не сделал бы если я его развел если бы я ему сказал что сделал это не было бы правды да и мы с этим дальше то есть отношения у нас испортили что называется но человек остался жив и вот что какой такой я могу прописать этот прием что если кто-то ваш не слушается достаньте нож приставьте горло нет это все зависит от ситуации и они всегда разные и как я могу наказать я например нанимаю какого-нибудь проводника да где нибудь в колумбии или в боливии да и мы идем через джунгли в амазоне и укладываемся спать в гамаки я ночью вылетаю из-под гамака ну на уровне рефлексов уже и в этот гамак втыкается нож и разрезает этот гамак потому что как бы меня хотели зарезать с целью ограбить когда я потом спрашиваю проводника а где ты был ты ты видел что к нам ночью под прижасами да и и что у нее будет я спрятался я врачу что мне не сказал это не входит на обязанности не платить я проводник переводчик я могу как-то его наказать нет или мы договариваемся о вознаграждении и в середине пути человек тебе говорит не давай два раза больше у тебя или нет этих средств на и опять как как вы так как в этом как ты на него можешь воздействовать это все нужно предусматривать заранее или где-нибудь не знаю в непале я беру проводника и мы с ним начинаем договариваться не слушай пойдем сядем вот там поговорим и усаживаю под статую бога правды и там мы с ним разговариваем если он там скажет неправду при этом я знаю что он приверженец этой традиции он высушает поема там лучше поговорим и мы не мы здесь по давай потому что все что он скажет возле статуи этого бога неукоснительно сделать это уже знание других вещей и это главный аргумент главная гарантия верно потому что никакая не подпись для этого крестьянина не имеет никакого отношения а ты возлагаешь на него надежды и на грани сырье может оказаться свой ваяж если этот человек вдруг это причинам поменяет правила передумает или испугается например не пойдет дальше у меня так было с в амазоне с индейцами с поисками неизвестных когда проводники на определенном этапе дальше отказывались идти потому что боялись а был случай на протяженном конце планеты в рианджа и когда человек пошел со мной проводником получил стрелу в живот поэтому это все умение найти идеальный результат три существующих обстоятельств которые складываются из многофакторных что за люди где когда как здесь вот даже есть такая дисциплина и кр идеальный конечный результат в тризи теория еще и запасить задач где на меня ссылаются как на персонажа использующие приемы контра инстинктивного поведения потому что люди поступают согласно инстинкту а иногда нужно поступить ровно наоборот для того чтобы минимизировать ущерб или не этому не научишь на примерах один при второй пример 3 или там на на инструкции написал инструкцию следует инстинкции его чем круче ты эксперт глубже или выше тем большее количество вопросов должен задать прежде чем ты дашь более-менее общую рекомендацию пока не увижу что за люди куда они отправляются зачем какими ресурсами обладают на кого рассчитывают на что полагаются в какое время года это происходит что сейчас на этой территории и так далее и так далее месяц отдельные темы рекомендации скажем отдельная тема которая называется об антисоветах и антисоветчиках или об опасных советах по безопасности нельзя давать общие советы не понимая вообще кому ты их даешь яркие путешествия уникальные исследования невероятные открытия каждый из нас мечтал о них в детстве но лишь единицы смогли воплотить эту мечту в жизнь достояние планеты подключайся к тем для кого мечта стала реальностью чтобы принять участие в одной из ближайших экспедиций заходи на страницу клуб путешественников на сайте достояние планеты точка ру достояние планеты нам есть чем гордиться